Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Максим Портнов. В нашей стране и в нашей области набирают популярность общественные организации. Одна из них является «Русская община». И вот сегодня мы решили встретиться и поговорить с региональным координатором общественной организации «Русская община» Долговым Андреем Николаевичем. Андрей Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Андрей Николаевич, чтобы познакомить наших зрителей с вами, сначала такой вот вводный вопрос непосредственно о вас. Как вы лично пришли к вере в Бога и вот в ту организацию, которую вы представляете? Ну, вопрос, да, действительно личный. Стараюсь ответить на него не так обширно, но что-то донесу. К Богу меня привел сам Господь. В моей жизни был такой момент, когда Господь, знаете, как говорят, Господь смиряет через болезнь. В моей жизни был такой момент, когда Господь меня смирил, я искал разного рода, скажем так, лечения. И через вот эти поиски, через поиски, в том числе и через разного рода занятия восточными единоборствами, я пришел к нашей вере. Потому что о нашей вере я не был кричен в детстве, но мало знал что-либо, кроме того, как прийти в храм и поставить свечку. То есть был, так сказать, захожанином. Вот. Но зато много знал о Востоке. Вот. И однажды я встретил священника, который принимал у себя... У него около храма был такой небольшой скит, вот, где он принимал разного рода больных. То есть это были и наркоманы, и алкоголики. Вот. Я туда поехал не по своей причине. Я туда поехал помочь человеку, вот, который болел. И привез до этого человека, и решил просто поговорить со священником. Вот. И я ему рассказал то, чем занимался я. Да, то есть это разного рода восточные практики. На что он мне сказал, ну, а что вы делаете? Я говорю, ну вот, боремся со страстями, стараемся контролировать свои мысли, следим за, ну, за нашим, за тем, что мы делаем. Вот. Ну, и на что он мне говорит, а у нас, говорит, еще, у нас, говорит, и это есть, говорит, еще больше. Я, говорит, как так? Я такого не знал, что в православии есть духовная практика, вот. И он мне сказал, ну, вот, тебе добротолюбие, говорит, прочитай. А, то есть с козырей сразу же пошел, да? Интересно. Вот. Прочитай, говорит, мы с тобой потом поговорим. Вот. Ну, все, я, естественно, не прочел. Это потому что было для меня слишком сильно в тот момент. Но я узнал, что есть православная аскетика. Я начал это изучать, читать, начал изучать святых отцов. Хотя, ну, до этого Библию-то я читал, но так вот не вникал. Вот. Начал читать Евангелие, ну, Новый Завет. И потихоньку, общаясь с ним, начал менять свою жизнь. Вот. И меняя свою жизнь, у меня прошли все мои недуги. И вообще, в принципе, жизнь начала выстраиваться совершенно в другой плоскости. Вот. В этот же, буквально в этот же период я встречаю человека, своего друга Дениса Неверова, который приглашает меня работать в детский ипархиальный образовательный центр. Им нужен был тренер по единоборствам. Вот. Я был тогда как раз тренером. У меня был клуб, но я понимал, что он особо не приносит пользу в плане общественности. Как-то вот мне хотелось именно для общественности что-то нести. И вот здесь я увидел свою реализацию. Я познакомился с отцом Денисием Левиным и начал на него работать. Вот. Через какое-то время я уже попросился к нему в алтарь. Начал служить в алтаре по наморям. Вот. И вот так, собственно, и служу до сих пор. Работаю во благо нашей Родины, во благо церкви. То есть у меня с отцом Денисием мы немножко разошлись. Сейчас при другом храме, при храме преподобной Марии Египетской, вот, Григория. Вот. Ему тоже нужен был тренер как раз. И мы открыли клуб там. Вот. Если я правильно помню, у них в самом там цокольный этаж, по-моему, храма. И там у них вот какое-то место есть, да? Там двухэтажное здание. Да, да, двухэтажное. На втором этаже храм. А внизу, получается... Там спортивный зал, ну и детский центр, рассвет. Вот. Начал тренировать там. И так получилось, что... Ну, ввиду того, что я преподаю при храме, при церкви, мне нужны были, скажем так, централизованные знания по нашей вере. То есть одно дело, когда ты читаешь разных святых отцов, но нет четкого, четкой направленности, да? Куда, в какую сторону тебе идти. К тому же есть много, скажем так... Подводных камней. Подводных камней, лживых писаний, где ты можешь просто запутаться, да. Вот. Поэтому я начал учиться. Начал учиться сначала, прошел... Есть такая онлайн-школа на сайте, при патриархии. Она создана в отделе по делам молодежи. Обучение онлайн ведется на сайте Азбука. Вот. Азбука.ру. Там обучение ведется в течение, если я уж не помню, то ли 6, то ли 9 месяцев. Вот. И после, закончив это обучение, получив аттестат, актехизации, я как-то... То есть мне захотелось учиться дальше. И я все пытался. То есть, там, наверное, в течение двух лет я еще, скажем так, не решался. Но потом решился, и мой духовник меня благословил, поступить в семинарию на пастырское отделение. Вот сейчас я учусь на втором курсе на заочном отделении. Даже так? Да. Вот такой у меня путь. Интересно. Да, ведь и в ад. Но я говорю, Господь, вот есть же так называемый вынужденный пост. Вот Господь меня смирил, видимо, для того, чтобы я взял крест и понес, и... Нес этот крест для людей. Вот как-то... Ну да, кстати, очень часто и так получается, что мы как бы такие пешки в руках у Бога. И Он сам нас ставит где-то внешними факторами, где-то какими-то нашими внутренними. В то место, где мы более удобны, где мы более нужны, от нас требуется на самом деле только одно — послушание. Вот, чтобы мы разрешили Богу в нашу жизнь вмешиваться, довериться Ему. И вот через это уже получаются у нас возможности Ему послужить действительно. А вот все-таки русская община. Расскажите, пожалуйста, вот, Андрей Николаевич, что это за организация? Почему она была создана? Когда она была создана? Вот познакомьте нас и наших зрителей с этой организацией. Русская община. Русская община была всероссийской создана. Я, если честно, вот даже не сдавался когда этим вопросом. Ну, насколько я знаю, года вроде бы два назад. У нее несколько координаторов, и когда мы были на съезде руководителей координаторов по Приворственному федеральному округу в Ульяновске, это было в феврале этого года, вот, тогда один из таких наиболее известных координаторов, Андрей Ткачук, всероссийский, да, вот, он сказал, что русская община изначально создавалась как православная община. То есть изначально духовник благословил на то, чтобы объединять русских людей для взаимопомощи. Вот. Как она, ну, по какому принципу или как вообще мы, скажем так, принимаем людей в русскую общину? Ну, в принципе, вы смотрите, как вам удобно рассказывать. Интересно, давайте, знаете, наверное, о чем поговорим? А что она из себя представляет? То есть, хорошо, люди объединились, и что дальше? Они сидят вместе, чай пьют. Вот, какой формат ваших отношений непосредственно внутри, и вот, что вы популяризируете, о чем вы хотите донести в обществу? Ну, смотрите, русская община, в ней, у русской общины есть идеология. Идеология — это идеология русского мира, вот, которая основана на, в первую очередь, на том, что русский мир — это мир евангельских ценностей. Вот, то есть основан на русской православной цивилизации. Вот, в него могут входить абсолютно разные народы, вот, но при этом придерживающиеся этой идеи, скажем так, ну, хотя бы не борящиеся с ней. В самой русской общине есть два, даже три больших направления. Первое направление — это наша культура, вот, наша традиционная русская культура, которая построена вокруг православной веры. То есть это наши праздники, это наши традиционные игры, это наши песни, пляска русская, деревенская. Это наши традиционные виды единоборств, традиционные виды игровых состязаний. То есть, и все это, все это является вот и, ну, и наполняет человека вот той самой русскостью. Но ведь, простите, перебью вас, получается, что в большинстве случаев современный человек знает о русской культуре, ну, вот, немножечко из учебника истории. Хорошо, если его мама, папа куда-то, значит, там водила на какую-нибудь масленицу, он видел, значит, людей в национальных костюмах, которые под балалайку что-то там поют. А вот то, о чем вы говорите, это все-таки более какая-то широкая направленность. А где вы эту информацию берете? Кто вам об этом рассказывает? Кто носитель вот этой вот, там, игры какой-то или, там, песен или еще кого-то? Ну, в этом направлении мы стараемся брать информацию от профессионалов. То есть, у нас есть фольклористы, есть ученые, занимающиеся непосредственно русской культурой, которые ездят по деревням и весям, проводят фольклорные экспедиции, собирают материал, систематизируют его, оцифровывают. Это очень большая работа. Вот, и далее притворяют его в жизнь. То есть, мы не несем какую-то, ну, что-то выдуманное, да, что, что, чего не было. Мы несем именно то, о чем рассказывали наши дедушки, бабушки, вот, как по России, так и, ну, конкретно локальные опыты. Да, то есть, по Самаре тоже было проведено очень много экспедиций. И на тему, то есть, и на тему песен, и на тему игр, и на тему праздников, вот, и на тему состязаний, кулачных боев. То есть, очень-очень много, где дедушки, бабушки еще рассказывали либо свою молодость, либо то, как их, вот, родители отдыхали. То есть, это, как бы, непосредственно, вот, носителей этого. Это, кстати, очень важно, особенно сегодня, потому что, вот, есть такое направление, значит, неоязычество, такого язычества, да, которое, вот, в основном базируется на том, что они придумывают исторические, каких-то археологических даже документов, а о том, о чем они говорят, в основном нету. Нет, то есть, точно нет. Но они популяризируют себя и говорят, что вот мы на самом деле славяне, там, такие могучие, сильные и так далее. И вот, получается, в какой-то степени в противовес даже, наверное, им создается вот такая вот русская культура, да? Ну, она не создается, она находится и дается людям, скажем так. То есть, как бы, задача общины — познакомить русского человека с тем, что уже изначально было, что не было создано вчера, что не придумали на коленке, условно говоря. Но просто мы в силу вот определенных обстоятельств, давайте сейчас так корректно скажем, про это ничего не знали? Да, так оно и есть. Дело все в том, что вот эти обстоятельства, они были очень весомы и специально уничтожали русскую культуру традиционную. Ну, еще в советское время так называемый культ просветы создавались, где запрещали плясать, запрещали проводить там стеношные бои и прочее. Почему запрещали? Потому что все это проводилось на праздники. А праздники у нас какие были? Православные. Других праздников не было. Вот. А, соответственно, советская власть боролась со всем, что относится к православию. Вот так и получилось, что и русскую культуру также запрещали. Потому что, да, то есть слово «культура», ну, у него основание — это культ. Вот. То есть это то, что вокруг определенного культа. Вот русская культура, она вокруг культа православной веры. По крайней мере, ее последние там тысяча с лишним уже лет. Вот. И приезжая в деревню на экспедицию, да, там, разговаривая с бабушкой, которой под 90 лет, ну, спрашиваешь ее, какие праздники гуляли? Ну, какие гуляли? Ну, там, ну, вот святки у нас были, да, там, на крещение. Ну, вот масленица была, то есть. А на масленицу что там делали? Ну, вот масленичная неделя, там, уже постились, то есть уже там, мясо уже не ели. Никак сейчас. Да. Бои там, кулачные бои. Кулачные бои были, но на прощенное воскресенье. То есть все они, то есть бабушки и наши дедушки, они все это знают, они жили согласно этому календарю. То есть не было такого, что вы приезжаете к бабушке и говорите там, ну, вот какие праздники были. Да, 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 вот мы сварога там славили и прочее. То есть такого нет, вот нет от слова совсем. И причем не только у нас в Самаре, а это общероссийская практика. Вот. То есть вот направление есть культуры. А еще какие есть направления в русской общине? Следующее большое направление – это взаимопомощь. Это взаимопомощь, и она ведется тоже в нескольких векторах, в плоскостях. Это юридическая помощь, то есть у нас есть наши юристы, которые помогают, консультируют. Вот. Там по разным, по гражданским, по уголовным делам, то есть очень много на самом деле дел поступает. У нас есть благотворительность, то есть мы помогаем людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Организуем сборы, либо помогаем как-то руками приехать, что-то перевести там и так далее. То есть на самом деле проблема у людей ворох. А решать их некому. Решать их некому, никто не хочет, и люди чувствуют себя брошенными. Просто вот некому за них постоять. Следующее направление – это, естественно, наша помощь фронту. У нас очень сильный соратник Владимир. Он организовал уже три пункта по плетению сетей, изготовлению окопных свеч. Сейчас и 3D-принтеры мы уже подключаем для того, чтобы изготавливать определенные детали. Ну и, естественно, это сборы, непосредственно целевые сборы для наших воинов. Потому что это надо практически ежедневно. Ежедневно надо помогать. Вот ситуация, потому что у нас не совсем простая. А вот можно уточнить. Вот это вот юридическая помощь, благотворительная помощь. Это вот как делается в том плане, что этот человек с улицы пришел, вышел на представителя русской общины и сказал, «Слушайте, у меня вот проблема там, крыша покосилась, можете мне помочь». Это делается так или это вот только для своих внутри общины, такой местечковый такой вот принцип взаимопомощи? Ну, смотрите, 90% человек, наверное, которые вступают в чат русской общины, Самары, это люди, которым нужна помощь. То есть мало кто приходит и говорит «Я сейчас помогу». Я могу помочь. Помогу, да. Вот. В основном это люди, которым нужны… Ну, это простые люди. Это мы с вами, это… Которым нужна помощь. Там бывает и в сборах нужна, да. То есть, ну, к которым вот некому больше обратиться. Вот. Поэтому мы… У нас есть в чате там ветка помощи, куда каждый человек может написать свой запрос абсолютно. Вот. Мы будем его рассматривать. Естественно, мы… Там бывают такие инохлебники, которые хотят постоянно… Беспорно. Да, чтобы мы им постоянно помогали, а сами делать ничего не хотят. Вот. Ну, мы как бы стараемся корректно им отвечать. Первый раз, естественно, помогаем, а потом уже говорим. Ну, то есть, больше стараемся дать удочку, нежели саму рыбу. Вот. Ну, бывают такие моменты, когда, ну, просто безвыходная ситуация. Там, я не знаю, мама инвалид, ребенок инвалид. И вот тут больше у них никого нет. Ну, естественно, мы организуем сборы, помогаем. Ну, все-таки, дорогие зрители, значит, услышав эту информацию, вы обязательно пойдете, найдете телеграм-канал «Русской общины». Но все-таки я призываю не только просить помощи, но все-таки еще ее и предлагать. На самом деле, это очень здорово, когда у тебя есть возможности, таланты, свободное время, руки из нужного места растут, в конце концов. И есть возможность хотя бы там в неделю час выделить на то, чтобы поехать, может быть, в соседний дом и оказать помощь нуждающему человеку. На самом деле, это очень здорово и круто. Андрей Николаевич, и вот еще какая-то у вас, да, есть направление в «Русской общине». Да, следующее направление во взаимопомощи – это наши дружины. Дружины – это такой, скажем так, силовой блок, который действует строго, строго в рамках закона. То есть мы не, там, я не знаю, банды какие-то или… ОПГ. ОПГ, да, да, то есть нет. Мы действуем строго в рамках закона. Слава богу, у нас есть эти механизмы для того, чтобы работать в рамках закона и решать вопросы, сложные вопросы людей. А как это непосредственно работает? Вы же не являетесь представителями власти, скажем так. Мы не являемся представителями власти, безусловно, вот. Но мы, у нас есть, опять же, юристы, вот. Но давайте так, у нас это делится тоже на два направления, скажем так. То есть первое направление – это прям такое официальное сотрудничество с силовиками. Вот, то есть мы делаем все удостоверения добровольного народного дружинника. А, вот так. Вот. И уже взаимодействуем с полицией на каких-то их оперативных или профилактических, ну, в основном на профилактических мероприятиях. Вот. В том числе, вот, помню, там, нелегальные мигранты. Наверное, когда вы видели там, в новостях. Вот. Это первое. И второе – это когда человеку нужна помощь вот здесь и сейчас. То есть, вот, допустим, попал в аварию. Так получилось, что человек там попал в аварию с людьми иностранно-национальностями. Агрессивными. Да, агрессивными, с агрессивными людьми, да. Вот. И они не хотят там вызывать полицию. Не хотят, чтобы они сказали, ну, там, приедет наш комиссар, все составит, все как надо, а ты вот в сторонке постой. Вот. И ничего не надо делать. И в дураках в итоге останешься. Да, конечно. И все за все заплатят. Вот. Вот здесь приезжают наши дружины. Мы, как бы, не вступаем ни в какие-то конфликты, переговоры. Мы просто человеком подходим, поддерживаем, говорим ему, вызывай полицию. Вот. Будем ждать, сколько надо. Вот. Мы здесь, мы никуда не уйдем. Вот. Все. Мы проследим за всем, чтобы все было по закону. То есть, наша главная задача, чтобы все было по закону. И не допустить никакого незаконного произвола. Да, да, да. Не допустить произвола. То есть, у нас на консультации, то есть, на связи наш юрист всегда. Вот. И мы таким образом можем помочь людям. Вот. Бывают ситуации, когда уже произвол произошел. То есть, кто-то кого-то там обманул и что-то там, я не знаю, в плане ремонта или еще в плане чего-нибудь. Эх, я с вами поздно познакомился. Вот. У меня была ситуация, я помог одной девушке, причем на большую сумму денег. Она в далекой деревне находится одна с ребенком. И один мужичок обещался сделать балкон, потому что там дуло нещадно просто. Вот. А я глупанул и заплатил всю сумму. Ага. Вот. Ну, потому что обещалось прям вот, вот, прям вот завтра, послезавтра уже все начнет делаться, он идет закупаться. И по разговору было все именно так. А в итоге человека уже полтора года нету. Ну, вот стандартная ситуация. Мошенники так, они и действуют. Да, такие ситуации тоже мы, конечно, включаемся. То есть, ну, мы говорим, что делать, во-первых, людям писать заявление, собираем хоть какие-то данные. То есть, вообще, опять же, консультируемся с юристами. Вот. Ну, и наши силовые структуры, они очень, на самом деле, активно включаются в работу русской общины. Вот. Тот же самый Бастрыкин очень так хорошо реагирует на все наши запросы, слава богу. Вот. Потому что мы, ну, мы не маргиналы. Мы, наоборот, требуем того, чтобы соблюдалась законность в нашей стране. Чтобы все-таки у нас все жили по закону. Потому что законы у нас хорошие. Самое главное — их соблюдение. И исполнение. Да. Вот отсюда, Андрей Николаевич, у меня тогда к вам такой очень сложный вопрос. По возможности, кратко на него ответьте, существует вот такое стереотипное мнение о том, что вот русские общины, они такого националистического характера, переходящего уже в форму там ОПГ, но под русским соусом. Вот как, насколько это имеет место быть? Это не имеет места быть, от слова совсем. То есть вы не делите людей по там цвету кожи, размеру глаз, религии? Ни в коем случае, как сказать-то, у преступности нет лица, на самом деле. Вот. И у наглых, наглых людей, которые пользуются слабостью других людей, тоже лица нет. Вот. Грех, он одинаков как в этом человеке, так и в этом. Вот. Мы, нам говорят, что вот мы там крайние националисты, или там ультраправые, как еще там, не знаю, как это называют. Мы, исходя из нашей идеологии, которая у нас есть, мы любим свою культуру, русскую культуру, да, но мы ее не превозносим над другими культурами. И не заставляем ее любить других, получается. Нет, конечно. Конечно. То есть если тебе это близко, ну, пожалуйста, давай ты с нами. Если нет, ну, значит, у тебя своя дорога. Вот как бы и все. Вот. Поэтому говорить о том, что мы нацисты, нет. Нацисты — это люди, которые свое превозносят, не видят своих проблем и при этом ненавидят другое. Вот. У нас такого нет. У нас есть любовь к своему, да. Но мы признаем какие-то у нас какие-то там есть ошибки, мы их стараемся исправлять, мы над этим поработаем, пытаемся стать лучше. Вот и все. То есть русская община основана на любви к своему, на любви к своей культуре. Вот. Ну и, наверное, последний вопрос. Еще раз, пожалуйста, повторите для наших зрителей, как можно выйти на вас, где вы находитесь, какие телеграм-каналы, чтобы у людей была возможность, посмотрев нашу передачу, с вами более подробно познакомиться, а может быть, даже и вступить в ваши ряды. Угу. Ну, вы можете найти нашу группу ВКонтакте «Русская община Самара» и оттуда уже перейти в чат телеграм-канала. Вот. Можете забить в Ютубе «Русская община», найти всероссийский Ютуб-канал, на котором уже более миллиона подписчиков. И там после каждого видео там... Тоже ссылки есть. ...выставляются ссылки на телеграм-каналы региональные. Вот. Собственно, вступить, и уже там вам зададут вопросы. Кто вы, зачем, какая у вас цель, как хотите там помогать общине и так далее. Вот. И уже все, вступать в чат, общаться, можете найти там меня. Угу. Я расскажу вам, что делать дальше. Спасибо вам большое, дорогие зрители. Надеюсь, посмотрев нашу программу, вы сразу побежите в телеграм-каналы и в другие места, чтобы вступить в эту замечательную русскую общину и предложить свою помощь. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok